доброе утро мои пупсики а я значит с мокрой головой спускаюсь вниз чтобы забрать свой заказ макдональдса а мне все пришло как вы видите осталось привести себя в порядок и начать снимать макбанг я такая значит делаю себе превосходный макияж рисую стрелочки искупалась и дела привела себя в порядок уже все готово к тому чтобы я снимала видео сажусь за стол все это раскладываю и тут я понимаю что на камере зарядки нету сейчас поставила на зарядку и получается что пока он будет заряжаться уже не то будет остывать потому что еда из макдональдса как вы знаете ее нужно сразу кушать как только тебе ее привезли так вкуснее да 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 можете меня поздравить у меня опять появился герпес причем он у меня был где-то месяц назад я его кое-как с горем пополам вылечила и сейчас он у меня опять появился но в этот раз я умнее у меня дома есть лекарства есть мази как только я почувствовал что у меня начинает пощипывать то же самое место на котором уже был герпес я быстренько выпила лекарства намазала мазь и мне кажется вот это вот покалывание прошло и мне кажется это все уменьшается я решил почитать в интернете вообще почему появляется герпес и там просто куча всего просто все из-за гормональных сбоев не знаю переохлаждение переутомления стрессы перегревание не знаю все там столько пунктов что по-любому один из них тебе подходит вот так пока у меня здесь вообще загружается видео про макдональдс я хочу поменять постельное белье потому что это уже грязная вот все готово я поменяла постельное белье на вот такой вот и сверху постелила простыню буду укутываться ею ночью потому что в одеялке спать уже жарко порядочек и наконец-то я нашла ключи от своей двери на балкон уже который день я не выхожу на балкон потому что он просто закрыть порядок я погладила свои вещи не только свои но еще и бабушкины но свои вещи я кладу свой шкаф нужно разложить это все дело вот я самостоятельная девочка и берем вещи и кладем шкаф в открытые девчонки уже ржут надо мной что меня вечно открыт шкаф давайте сделаем вот так делаете свои футболочки и хотела вам кое-что сказать смотрите я сижу в кадре меня видно вот настолько вот настолько вот это вот грудь и орнамент совершенно не видно вот так вот да и вы со стороны думаете что я сижу в одном и том же что у меня нету футболок я прям снимаю видео через видео в одном и том же на самом деле это не так девчонки просто футболки одного цвета с разными орнаментами такие же мне есть и зеленые похожие поэтому не ругайтесь я гладила и смотрела мукбанг обожаю так делать и теперь прям ловит даже вот в той комнате где я снимаю мукбанги очень удобно а еще кстати на мне еще одна белая футболка и таками есть еще одна в общем 5 футболок почти одинаковых я сижу в них и вы думаете что я сижу в одном и том же подряд например несколько видео на самом деле это не так девочки чем я лечу свой герпес это ацикловир мазь и таблетки каждые четыре часа пью эти таблетки мажу эту мазь если честно вообще не помогает напишите пожалуйста в комментариях чем вы лечите герпес на губе у меня такое ощущение что она разрастается становится больше и прям колет да не хочу чтобы она стала больше потому что я снимаю мукбанги и мне кажется первое на что смотрят мои зрители на мой рот и когда это выглядит вот так вот мне кажется даже это как-то противно очень люблю показывать какие-то косметические средства затертые до дыр хотя я знаю что вы это не очень любите в общем я собрала вот такую косметичку средства которые я хочу добить и переместить в этот пакет этот пакет пустыми баночками которые я куплю помады тональные пудры тени которые заканчиваются я кладу в этот пакет и так я буду копить лет 5 когда у меня будет мешок просто декоративной косметики я сниму для вас видео пустые баночки декоративной косметики что я делаю я беру одну палетку и пользуюсь исключительно ею хотя вот эти вот цвета мне не очень не нравится я пытаюсь их добить чтобы эта палетка отправилась вот сюда и так всю косметику я хочу всю свою косметику закончить и потом бабахнуть где-то на тысячу долларов себе до хрена новой косметики просто знаете как вот например 7 хайлайтеров 10 хайлайтеров истекает срок годности это не рациональное использование я понимаю что это неправильно поэтому я беру один использую его до конца и потом уже беру 2 использовала кинула сюда беру следующий и так далее как вы видите это у меня удачно получается этот хайлайтер уже закончился поэтому я уже взяла этот он слегка такой сияющий осталось совсем чуток это бронзер в общем все средства делают так и это мне доставляет такой кайф такой кайф я просто перестала смотреть бьюти блогеров и просто заканчиваю косметику чтобы не было лишнего хлама а это я собираю для грандиозного просто видео этот бальзам например для губ он закончился я взяла уже второй вот как видите пойдем мыть мои кисти потому что они в ужасном состоянии они очень дешевые дурацкие единственная кисть который мне нравится этот этот эльф этот растушевочный вообще думаю когда откроются магазины надо себе купить нормальные кисти хотя бы пару наборов потому что это никуда не годится когда я подразумеваю что я не покупаю себе косметику это не значит что я не покупаю ничего есть у меня закончится тональное средство я его куплю просто я не покупаю средства которых у меня 5-7 штук и они все лежат и лежат и алька бежит покупать еще в общем пойдемте их мыть кисти ну я просто их мою водой и мылом я короче помыла свои кисточки вот так вот их положила на подоконник на салфеточку чтобы они сушились так я уже нарядилась мама отправляет меня в магаз я отправила смс и сейчас пойдем покупать продукты для вкусняшек который будет готовить мамочка ну прикид у меня я вам скажу так себе домашние вот эти вот брючки и вот эти тапочки которые никому не понравились ничего я все равно в магаз спускаюсь не напал чем погода просто бомба знаете так сразу и не скажешь что у нас карантин потому что у нас весь двор весь двор просто на улице все гуляют ветерочек немножко дует я не знаю вам будет меня слышно или нет я справилась сама если буквально бегу в магазин туда и обратно все таки я боюсь потому что мои близкие уже сталкивались этим с этой проблемой поэтому я не хочу если честно рисковать как бы стараюсь по большей части сидеть дома без особой такой нужды не выходить сказано сидеть дома я сижу нужны черные маслины но здесь только мне нужна именно эта марка мне она больше всех нравится таких черных нету есть другая но мне она не нужна такую кстати большую взять акция шампунь лескур две штуки по цене 1 5 для душа очень круто пахнет там обалдеть с таким тортиком тире мороженое можно снять даже мукбанг я пришла домой если честно я немножко в шоке от того что все дети нашего здания внизу играются и вроде как бы карантин но мне кажется карантин написан только для нас то есть у всех все офигенно никто не заморачивается по этому поводу может быть так и правильно на самом деле но что меня удивляет все дети без родителей то есть большинство детей просто гуляют без родителей вот я просто боюсь себе представить что например я мамочка у меня есть ребеночек и его просто так пускаю гулять там внизу погуляешь придешь честно для меня это немножко дико потому что смотришь такая компания детей где-то 15-20 детей играются и сидят там две мамочки понятное дело что не у этих двух мамочек у каждой например по 10 детей а это чьи-то дети и без присмотра и я считаю что это неправильно на самом деле может быть когда у меня будут дети я буду мыслить по-другому но я считаю что без присмотра оставлять своего ребенка не знаю 6-7 летнего что просто погуляй на мой взгляд это не совсем правильно я пришла домой я понимаю что мне уже нужно загружать это видео хотя не очень-то поздно можно было бы еще поснимать как я сплю как я ложусь как я снимаю макияж и так далее но просто уже поздно получается что я снимаю неделю влогов и мне уже надо это видео загружать